Продолжаем. Самые серьезные дела у нас с вами завершены. Я имею ввиду снятие америка конструирования лекала, потому что лекала всему голова. От того, какое у нас с вами лекало, такое у нас с вами и изделие. И теперь мы можем спокойно, не напрягаясь, переходить по шиву. Итак, цвет настроения желтый. Напомню, что это платье должно быть вроде как вечернее. Платье предназначено для меня, и мы в этом платье, то есть я в этом платье пойду на свадьбу нашей фотомодели Олеси. Многие наши девочки из Академии свадебного платья, студенты, знают Олесю, как не посетить такое мероприятие. Почему желтый? Не знаю, не знаю. Вот захотелось вот именно такой желтый цвет, может потому что лето, может потому что настроение такое. Но и никогда, кстати, в моем гардеробе никогда в жизни не было желтого платья. Желтый костюм был спортивный, а вот желтого платья нет. То есть я хочу сказать, что это вторая будет вещь вот в таком вот цвете. Итак, давайте разберем, что за ткани. Значит, вот этот цвет, вот эта ткань, это, видите, да, чуть-чуть оттенок отличается. Это будет ткань для лицевого платья. Фактически это само платье, да. Что это за ткань? Она у нас, я ее купила в магазине в нашем городе, называется плательная, просто плательная. Значит, ткань имеет небольшое растяжение, то есть с эластаном, да, то есть эффект стретч, легкая, струящаяся, то есть такая вот, я даже скажу, чуть меньше средней плотности, видите, да, такая легкая, воздушная, хорошо драпируемая, но она вот чуть-чуть просвечивает, вот такая вот, такая ткань. Мне она очень понравилась, мне понравился цвет, она очень приятная, она вот прям вот то, что захотелось. Ну, так как мы сами можем для себя любимых шить платьев хоть сто штук на неделю, поэтому почему бы и нет не быть такому платью, вот именно в таком цвете. Ну, один раз надену, а тем более у меня есть правило, дважды одно и то же вечернее платье не надевать, вот, и, в общем-то, пойдет оно дальше в архив. Это ткань для лицевого платья. Какие рекомендации? Я все-таки рекомендую использовать не тяжелые ткани для лицевого платья. Самое, давайте, такое тяжелое, это русский сатин, вот это самое плотное. Атласы очень хорошо подойдут, тонкие сатины хорошо подойдут, шифоны, крепы здорово зайдут, вот такого типа плательные ткани. Значит, и маленькая рекомендация, в любом случае подбирайте ткань с эффектом стрейч, несмотря на то, что, то есть вот с легким растяжением. Почему? Потому что ткань, которая не имеет растяжения, она немножко, она может быть мягкой, струящейся, но она немножко неподатливая. А ткань, которая имеет чуть-чуть растяжения, я, кстати, очень люблю работать с тканями, где присутствует эластан. Они вот такие, знаете, они прям ласковые и благодарные, прям вот укладываются все швы, все-все-все-все-все укладывается. Здесь нам еще один момент, у нас интересный боковой шов, да, и нам нужно, чтобы этот шов ни грамма не пузырил, чтобы он был вот четкий. И может быть такое, на тканях, которые не имеют растяжения, данные швы могут слегка пузырить, вот этого бы не хотелось. Ну, учитывая то, что наш шов идет боковой по косой, да, помню, увлекала, вот, надежда на то, что шов не запузырит, вот, даже вот в такой ткани. Поэтому тут следите, смотрите, какая ткань как бы подходит. Какую ткань бы я не рекомендала, Бала, точно использовать, это крэп сатин. Это очень отвратительная ткань, несмотря на то, что там шикарная цветовая гамма. В общем, ткань пластичная, струящаяся, в меру тонкая, так скажем, в меру, в меру. Что-то между тонким и средним, средней плотности. Значит, сколько метров? У нас с вами есть лекала, пожалуйста, считайте. У меня здесь 3 метра, учитывая, что длина платья у меня по спинке 140 сантиметров, плюс там подъем на полочку, да, там сколько там сантиметров, уже не помню, и плюс обработка. То есть мне 2 длины платья хватит. Считается таким образом, 2 длины по полочке, по переду, от точки основания шеи, через центр груди, как мы снимали мерку высота полочки, и до нужной вам длины. И плюсуем 10 сантиметров, в принципе, вот так. Но если ткань с эластаном, берите немножко побольше, почему? Потому что ткань обязательно нужно перед раскроем, вот где есть эластан, поутюжить, то есть декотировать. Потому что, как правило, такие ткани вот с эластаном, они дают небольшую усадку. В зависимости от качества ткани усадка бывает разная. Бывает там вообще там сантиметр с метра, да, по длине уйдет, а бывает и того вообще не уходит, а бывает и больше. Поэтому обязательно ткань проутюжить. У меня ткань проутюженная, то есть на проутюженной уже свернута на картоночку. Итак, это лицевая. И так как у нас платье двойное, мне нужна, естественно, вторая ткань. Очень сложно, желтый цвет, вот такой вот цвет, видите, да, он сложный, и вот подобраться очень сложно. Учитывая, что ткань вот эта, как бы, ну, немножко она, ну, я не могу сказать, что она просвечивает, но вот, допустим, белый цвет она будет просвечивать. А учитывая, что у нас нижнее платье, оно короче, мне надо, чтобы, ну, как бы просвечивание было такое, минимальное, да, а значит, мне нужно и подобрать оттенок поближе. Была идея белого, белого нижнего платья, я прикладывала, то есть сначала я приобрела вот эту ткань и пошла потом с ней прикладываться ко всем тканям, да, из которых я бы хотела сшить нижнее платье. Белый приложила, пробивает, ну, прям видно границу будет, телесный приложила, тоже как-то даже грязным вот цвет стал становиться, и вот я увидела вот такой желтый, желтый оттенок, в принципе, ничего не искажает, все здорово и сильно не будет контрастить вот эту границу низа нижнего платья и лицевого. Значит, что это за ткань? Знаете, она называется блузочная, но вот у меня такое ощущение, что вот оно чуть-чуть похоже на креп, вот, значит, ткань тоже с небольшим растяжением, то есть с небольшим эластаном, видим, да, она тоньше, чем вот эта ткань, ну, прям видно, она прям тоньше, она даже такая просвечивающая, но в паре эти ткани, они не дают просвечивание нижнего белья, вот это классно. Потому что в любом случае нижнее белье будет надеваться, да, то есть, когда ты выбираешь светлые ткани, если бы было там красное, синее, зеленое, черное, вообще было бы все равно, да, просто взяла бы ткани и взяла, вот, ничего бы не просвечивало. Но когда берешь работу светлые ткани, это светлый оттенок, да, то тут еще нужно думать, чтобы у нас не просвечивало нижнее белье. Я не люблю, когда на вечерних платьях у взрослых женщин просвечивает нижнее белье. Итак, значит, называется блузочная эта ткань, кстати, недорогая, очень бюджетная, 200 с чем-то рублей за метр, вот, значит, вот такая она, она, кстати, и вдоль тянется, и поперек тянется, нет, поперек даже она чуть меньше тянется, вдоль чуть больше тянется, ну, тоже интересная история, да, вот. Ну, в принципе, для нижнего платья подойдет. Какие ткани можно использовать для нижнего платья? Значит, для нижнего платья вы можете использовать лицевую ткань запросто, запросто вы можете, я бы взяла вот такую ткань на нижнее платье, взяла, но я забрала остаток, как всегда, мне почему-то все время везет, как на остатке, все время забираю остатки. Я забрала остаток, был остаток, во-первых, не хватило длины, но я не хотела делать нижнее платье коротким, да, то есть на короткое бы мне хватило, а более длинное, там был брак, как бы, ну, грязь какая-то. Отстирается, не отстирается, бог его знает, поэтому я не стала рисковать, вот, поэтому можно использовать ткань вот такую основную, которая идет на лицевое, можно использовать ткань чуть меньше, тоньше, да, но единственное, что я рекомендую, если у вас лицевая ткань с эластаном, с растяжением, то и нижнюю старайтесь брать тоже с эластаном. Да, мы, конечно, дали здесь прибавки на свободу облегания 2 см, можно, в принципе, и нерастяжимую ткань, да, поставить, но чего бы я не стала ставить, так, допустим, это вот вискозу, да, вот под такую ткань вискозу, ну, нет, однозначно нет. Вот что-то такое, как бы, менее мнущееся, синтетическое, да, и еще, что меня купила, а вот, допустим, вот эта ткань, она вообще не мнется, вот, вот эта ткань, она мнется, но немного, много, а это говорит о чем? Я же буду, видите, да, она фактически не мнется, я же буду ехать в автомобиле, мне же до места регистрации торжественной нужно будет как-то добраться, но не пешком же идти, так вот, то есть я буду сидеть, а это значит, что, ну, ткань может заминаться, да, и вот с этих еще позиций я подходила к выбору ткани, чтобы ткань минимально заминала, ну, если и мялась, то прям совсем минимально, как правило, заминаются больше ткани с натуральным добавлением нити, да, синтетика, вот это все стопроцентная синтетика, синтетика, она, как правило, ну, не мнется, это очень для меня огромный плюс, почему? Потому что хочется зайти в то место, где будет торжественная регистрация, меня там заочно многие знают, ну, дочь, родственница, будущая родственница, фотомодель в нашей академии, для этой семьи, ну, в общем-то, мы почетные гости, так вот, хочется зайти к королеве, тем более, что мы работаем, простите меня, не селедкой торгуем, да, а шьем платье, и здесь, как бы, ну, нужно тоже соответствовать, но не запомнить невесту. Итак, значит, я взяла данные ткани, подождите, у меня здесь полтора метра, по-моему, да, у меня здесь полтора метра, но мне, у меня уйдет немножко меньше, на много, ну, где-то сантиметров на 10, наверное, просто я еще не могла определиться с длиной, и я взяла одну-вторую длины ткани, которую я брала на лицевое платье, если я на лицевое платье взяла 3 метра, то есть 150 на перед, 150 на спинку, я так грубо кинула, да, то нижнее платье, оно, как правило, по прямой, да, никакого расклешения нет, полочка и спинка у меня в ширину ткани входят со всеми припусками, то есть мне нужно, грубо говоря, половина, да, то есть я взяла полтора метра, вы же, имея лекало, можете прямо рассчитать ткань, но имейте в виду, всегда берите чуть-чуть в запас, почему, потому что, во-первых, нам нужно будет делать бейки для обработки, нам потребуются кусочки здесь, вот, всегда берите в запас, мало ли чего, вдруг усадку дают, бывает такое, что ткань, вот, прям неожиданно, она под утюгом садится в длину, вот здесь вот, ну, я проутюжила эту ткань, я еще не измеряла, сколько осталось после ВТО, как говорится, ну, декотирование, вот, но она тянется в длину, а значит и усадка в длину, понимаем, да, то есть такая вот штука опасная. Так, что еще нам с вами требуется, то есть это ткань для у нас нижнего платья, можно использовать, еще рекомендации, да, можно использовать трикотаж, прям обычный трикотаж, ну, тогда уже тут нужно подобрать трикотаж на основе хлопка, чтобы не было жарко, да, то есть такой трикотаж, как типа бифлекс, ну, это, конечно, убийство, вот, ну, что-то тоненькое, трикотаж масла подойдет, даже действительно на хлопковой основе трикотаж подойдет, но если у вас желание, есть трикотажа именно, вот, ну, у меня не было желания никакого трикотажа, вот, я хотела, чтобы нижнее платье тоже было вот из ткани. Так, все, с материалами разобрались, далее, нам с вами потребуются еще дублирующие материалы, для чего? Первое, у нас горловина, учитывая, так как я сказала, что нижняя, горловина нижнего платья будет держать горловину лицевого платья, а учитывая, что все это тоненькое, такое вот рыхленькое, да, нам нужно будет горловину укреплять. Если у вас есть вот такой нитепрошивной флизелин по косой, ну, вот эта вот полосочка, она по косой, то есть за счет того, что она косая, она вот так вот хорошо, вот так, ну, выкладывается, да, можно выложить горловину, будет здорово, если такое есть, но если только у вас такого нет, такого, да, то тогда возьмите, пожалуйста, клеевую для трикотажа, тоненькую, ну, если будете брать такие ткани, да, вот такие подбирать, клеевая для трикотажа, и даже если вы будете использовать трикотаж, тоже нужно будет продублировать горловинку, иначе ничего не удержит. Обычная клеевая для трикотажа, тогда вам нужно будет выкроить вот эту полосочку, так вот, шириной, вот такой примерно, да, ну, полтора где-то сантиметра, по горло, по лекалу горловины, полочки и спинки, вот, вам нужно будет просто выкроить, никаких обтачек не будет, ничего, вот, вот если вот эту полосочку я могу выкруглить и выложить, да, то здесь прямую полосочку вы не выкруглите, не выложите, вам придется выкроить эту полосочку, да, вот так вот по полукругу, но мы будем дублировать, вы поймете, что это такое, для чего. Итак, это обычная клеевая для трикотажа, все, видите, она тянется, да, то есть такая вот легкая, простая, и для чего, то есть она по долевой не тянется, по долевой не тянется, по поперечной она тянется, ну, для трикотажа. И для чего еще нам нужна дублирующая ткань? Для места, где мы будем втачивать молнии. Учитывая то, что ткань тонюсенькая, а молния она плотненькая, нам нужно будет укрепить место, куда мы будем вшивать молнию. И нам нужно будет нарезать полосочки, такие вот клеевой, и укреплять вот это место. Как я сказала уже, думаю, многие догадались, что молния у нас будет на лицевом платье по центру спины и на нижнем. Почему? Ну, потому что у нас с вами два этих платья, они будут взаимосвязаны. И взаимосвязаны они будут не только по горловине, но еще и по линии талии. И если в нижнее платье не вставить молнию, и в лицевое платье не вставить молнию, то мы просто в это платье не проникнем. Если бы я не использовала, давайте, соединение лицевого платья, ну вы уже видите картинку, не использовала бы соединение лицевого платья с нижним платьем в районе талии, да, то есть не только по горловине. И внизу у меня был бы трикотаж, то есть как бы нижнее платье было бы из трикотажа, то можно было бы вообще не использовать ничего, то есть молнии вообще не использовать То есть я бы просто соединилась по горловинке, за счет растяжения нижнего платья я бы проникала, да, а лицевое платье, раз я его ничем там не обременяю, оно балахоном, то и того бы я проникала Но единственное, что пришлось бы расширить горловинку, больше сделать, да, чтобы голова проходила, а учитывая, что там, допустим, будет какая-то прическа, то это тоже немножко проблематично Поэтому у нас будут в двух платьях молнии, в нижнем и в лицевом Значит так, встал вопрос в цвете, как я сказала, что цвет очень сложный, очень Даже вот нижнее платье, оно такое желтее, и то сложно, цвет молнии подобрать крайне сложно Молния нужна, ну минимум 50 сантиметров длиной, то есть длина спины до талии плюс, ну хотя бы сантиметров, ну давайте 15 должно быть, чтобы мы проникли в платье, да, то есть ну как бы зашли в платье Лучше, если будет молния там ниже линии талии, сантиметров на 20, как положено, да, вот, и даже 50 сантиметровых, я уже думаю, ну там припуск хороший, должна проскочить Вот, не нашлось, но вот это ядовитое создание, ну как бы мне вставлять в платье, ну не хочется, да Поэтому я нашла у себя в закромах родины вот такие две молнии, на прозрачной тесьме, они тоненькие, то есть это капрончик Единственное, что они телесного цвета, ну желтый цвет искать молнию, это бесполезно, вот именно такого цвета, да хотя бы вот такого цвета искать молнию бесполезно, абсолютно Я поняла, что я ничего не найду, поэтому я буду использовать две вот такие молнии, что у меня максимум будет видно, это вот такой телесный бегунок по центру спины Но учитывая, что у меня сзади шея закрыта будет прической, да, то этот бегунок не будет видно от слова совсем, вот, а на нижнем платье его вообще не будет видно Значит так, нам нужно две молнии, то есть я беру вот эти две молнии, длина каждой молнии по 60 сантиметров, в принципе то, что мне надо Длина спины до талии у меня почти там без каких-то миллиметров 40, без 5 миллиметров 40 сантиметров, 60 длина, то есть как раз 20 сантиметров глубина Ну, в принципе это то, что действительно нужно, да, все, как говорится, решено, дело сделано, то есть я беру вот эти вот две молнии Если у вас там будет такой цвет удачный, да, что можно будет подобрать, ну, конечно, подбирайте молнии в цвет Единственное, что я не рекомендую, я не рекомендую для таких изделий, если будете брать вот такие вот, ну, струящиеся ткани Я не рекомендую использовать молнии потайные на хлопковой основе Они есть такие потайные молнии, на хлопке они как усиленные Молния должна быть мягкая, вот видите, мягкая, мягкая Почему? Ну, потому что вот эта молния на хлопке, она грубая, у нее даже вот эти зубчики, ну, то есть сам замочек, да, вот зубцы молнии Они грубые, и они вам все изделие поставят по центру спины колом Поэтому я вообще вот эти хлопковые молнии не беру вообще Если уж потайная молния, то это значит что-то такое женственное, изящное, ну, как всегда, да То есть смысл этой усиленной молнии, ну, исключением составит какая-то, не знаю, там платье на корсаже С элементами корсажа, из плотной ткани, ну, может быть, там вот тогда, да А вот на такие летящие платья, ну, ткани, я использую только вот такие мягкие Ну, как бы смотрите здесь на любителя, ну, мне не нравится, когда вот эта жесткая молния на хлопке потайная Вставлена в легкую ткань, и ее прям видно, она прям выпирает, прям вот, ну, прям некрасиво Так, все, вот это значит мы убираем, оставляем вот это Пока все из материалов, что будет дальше, я не знаю Сразу говорю, платье будет собираться, вообще такое платье можно шить, если не заморачиваться сильно декором Такое платье шьется, ну, давайте скажем, за одну ночь Вот, вечером сели, к утру готово, как говорится Потому что на самом деле, оно, во-первых, если есть базовое лекало, если уже научились Если вы, мой студент, и научились его строить за 10-15 минут Вам и примерки, и подгонки делать не нужно По идее, я буду шить платье без единой примерки на себя, хотя вот она я, да Зачем примерять, если лекало верное, да Если длина определена, ну, ладно, на длину можно примерить уже в конце Поэтому вот такое платье без мощного декора, да Вообще, по идее, быстро собирается, и оно собирается за, ну, 5 часов точно Это прям максимум, со всеми ВТО и со всем-со всем, да Декор, то есть время пошива платья будет зависеть от того, насколько мощно вы развернете декор Ну, декоративное оформление Какой будет декор, я не знаю Время у меня ограничено То есть у меня нет времени, там, вышивать люнивилем, тамбуром Нет абсолютно от слова совсем Но и скучным платье делать тоже не хочется Поэтому я пока декор в раздумьях Сейчас я вам не могу ничего показать И я не буду ничего покупать Сразу говорю, я буду использовать на декор все, что у меня есть Потому что бегать, прыгать, там что-то подбирать Тоже нет абсолютно никакого времени Итак, пока все, все, что будет прилагаться дальше Все будет в процессе уроков Все, все какие элементы, то есть материалы будут добавляться Я буду об этом, обо всем рассказывать дальше в уроках Поэтому смотрим все И дальнейший расход материалов, он будет кусочками Где-то в процессе самого курса Итак, все, ткани у нас отутюжены Лекала у нас уже очерчена с припусками Что я делаю? Я сейчас раскатываю ткань Кладу лекала, которая уже у меня готова Выкраиваю и могу смело приступать к пошиву И начнем мы, как я уже сказала ранее Пошив с нижнего платья Почему? Ну потому что на нем больше работает Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok